Катерина представляет нам вышивку бисера, а Оксана вышивка крестиком. Самым интересным то является, что для Кати... Катя, приходите тогда. Самое интересное то, что для Кати это деятельность, не просто хобби, это ее работа, можно так сказать. Она преподает труды в общеобразовательной школе. А насчет Оксаны самое интересное, можно сказать, что она очень долго выбирает схему, которой ей понравится, чтобы вышивать какой-то узор. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы выбрать какой-то понравившийся узор? Это кому вопрос? Для Оксаны. Оксана. Ну, давай для начала работу мы посмотрим, потому что сложно сказать, сколько времени уходит на узор, на виде узора. Маки к Оксане ближе. Прямо как фотография, честное слово. Ну, раз вопрос уже принесла на Оксане, то ей первое, конечно же, я отвечаю. Итак, Оксана, до этого у тебя уходит времени на выбор схемы или везетка. Поменяйся, я в Маке не перепутала немножко. Срочно... Ты на Маке. Коля узнает, что такое Маке. Ну, похоже на Маке, конечно. Выбираю схему каждую индивидуально. Тем более, что вышиваю я, когда мне настроение, когда мне хочется, поэтому вот что-то увидела, что-то мне захотелось, взяла, вышиваю. Оксана, я слышал, что вот ты вышиваешь, ну, вот когда там стоишь где-то там передачи, вышиваешь, то, видишь, все не то, что вышиваешь. Скорее, ты после этого хоть поднимаешь, то ты сможешь вышивать. Не всегда. Не всегда. В общем, сюжет не запоминаешь. Очень спрашиваю, да, о чем вышиваете, да? Не всегда. Хорошо. Катюша, скажи, пожалуйста, вот ты считала, сколько вот бисеров будет у тебя на одну работу? Как он там, в граммах, в пакетиках, в каком-то, в каком-то... Вот скажи мне, сколько этих бисеров, я уже посчитал. Кто точнее из нас? Кренаты. Ну, давай, говори. Ну, так... Ну, так... Букра, конечно, будет. Сколько? Букра, конечно. Смотри, как... Да, по граммам. А, так они уграмом считаются. Букра считается у него. Муж считает на сегодняшних дебинах, Катя считает у граммах, а я, если честно, пошнусь на них еще. Катюша, скажи, пожалуйста, а вот, чтобы сесть, например, и закончить работу, сколько уходит времени наружу, которая вот вторая картина? Чтобы сесть и закончить. То есть, да, от начала до конца. Не, ну, понимаете, это тоже... Не в граммах, в сутках. В сутках. Не, ну, просто можно целый день сидеть, выживать, а можно там по 10 минут. Ну, к примеру, одна картина, ну, где-то две недели уходит точно. В зависимости от того, что ты сидишь. Подоихи или трех. Скажи, ты получаешь разного вопроса? Большое. Знаете, мне всегда казалось, что вот человек, вот, такой вот я вот, мне тяжело на месте стоять, да, тяжело сидеть, немножко неверновешенно, и ему надо срочно бисерам выживать. Надо помочь вообще кликать? Ну, это надо пробовать. Я раньше в основном вышивала крест, потому что у меня бисер был этот такой далекий, а потом попробовала еще заторваться немного. Ну, нервы успокаивают? Успокаивают. Нельзя, слышу, что-то много. Оксана, я слышала, что и знаю, что ты вот любишь дарить свои работы близкими друзьям, правда? Не, на конеете, я уже спрашиваю. И насколько я знаю, все работы уже подарила всем, кому можно было, да? Все раздарила, это моя. А вот начало ты уже что-то вышивать еще для кого-то? Это еще не ничем. А, вообще, я в процессе выбрала. А, значит, кому или что? Я знаю, пользуясь здесь. У меня вера цимбол была, поэтому вот я как-то обдумываю, что душевать. Ну, мы вас благодарим, девочки, замечательной работы. Вы прям даете нам стимул тоже чем-то таким интересным заняться. Давайте мы им скажем большое всем спасибо. Каждый из вас имеет возможность в конце, после фестиваля посмотреть фотографии, подрогать, пощупать, расспросить у девочек, как, что, где они берут. Спасибо вам, девчонки. Вы смотрите фотографии, которые от меня не помогли. Это работа, это решение, это облизи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.